всем привет сегодня соли получил посылочку вот посылочку получил сейчас я открою на видео посылочка солишки до посылочка солишки дошла быстро и это у нас еф-эос-эр да все верно я себе купил еще один переходник еф-рф вот такой переходник вскрытие делаем должен быть автофокус оба еф-эос-эр автофокус mount адаптер фигнюшка фигнюшка кучи сверху добра у нас этот переходник да я купил еще один переходник еф-рф обошелся где-то в районе двух тысяч рублей на алишки вот такой вот переходник ну и сейчас мы его подключим к нашей прекрасной камере и посмотрим как он работает у нас 35 через переходник а подключим вот этот вот переходник но из минусов что могут сказать нету байонетных крышек они были бы ну мне кажется не лишними ну и дальше что я уже вижу ключевое кое отличие они тут тоже много болтиков ну как бы сказать мне кажется но они не очень сильно отличаются по количеству болтиков и тут и там надпись и так же все только вот внутри тут такая ровная поверхность а вот здесь она такими ребрышками если видно надеюсь что видно сейчас подключу ну вот видно ребрышки то у стороннего переходника но внутри все ровненько вот ровненько в основном хотя не тоже есть какие-то вот эти ребрышки опа пущего и уронил дальше резиночки нету здесь резиночка есть ну слушай подключаем переходник сначала и вводу к объективу оп защелкнулась ну вроде работает теперь камере вроде она работает и тут даже есть отдельная лапка ну объектив называется андоер 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 когда две рф камеры то нужен переходник ну и что нужно видно не видно видел режим включен но она фокусируется ну как бы сказать краткий обзор на такой переходник но работает дальше какой-то люфта вот сейчас вот дергаю я не вижу да ну люфтит ну да люфтит больше чем стандартный переходник но мне кажется не отваливается потому что макрокольца винтер у меня отваливались так отваливались но тут еще можно открутить эту площадку сейчас я это сделаю ну в целом мне кажется нормально за две тысячи там сколько там сто с копейками рублей нормально потому что оригинальный вот такой переходник EFRF они за него хотят где-то тысяч 10 рублей самая главная дичь это была в 2020 году вот вы вдумайтесь люди покупали rp с переходником чтобы сдать тут же rp в комиссионку и получить вот этот вот переходник EFRF rp комплектовалась переходником в свое время а это как его r6 и r5 переходником не комплектовались и просто так переходники в продаже тоже отсутствовали народ брал rp с переходником сливали rp в продажу игр 6 у людей был переходник в целом все работает диафрагма тоже работает короче какой-то вот можно сказать микро видео ну сейчас я его еще откручу и тут у него вот эту вот подставку и как он будет без подставки с этой вот подставочкой штативный мне кажется не очень удобно так откручивается оно ну комплектным этим отверточкой такой штативная лапка штативная лапка и второй болт ну и получается теперь в этом переходнике есть две дырочки внутрь переходника интересно если я закручу болты они настолько будут торчать ну как то так оно смотрится в целом было бы хорошо чтобы в комплекте была еще какая-нибудь заглушка под вот эти вот дырочки ну потому что например мне это вот штативная площадка не нужна но с дырочками тоже как-то не очень интересно потому что неизвестно пыль туда попадет не попадет ну что мне кажется я даже вижу контакты внутри не знаю получится не получится заснять как-то свет направить что я вижу внутри контактные площадки ну короче как-то так оно выходит сейчас я еще один объектив принесу блинчик 40 миллиметров подключим сюда наш любимый блинчик ну и EFS оптику я подключать сюда не буду хотя зная эти макрокольца сейчас еще и за EFS скажу объективом был у меня давным-давно случай купил макрокольца точнее как сказать хотел купить пришел в магазин у меня был EFS объектив блинчик 24 миллиметра макрокольца пытаюсь поставить а оно не ставится ну здесь все встало ну и сейчас проверим наш на EFS так это я брошу сюда кстати тут еще даже мануал есть мануал ммм ну в целом все понятно мануал так 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 а ну подключим это все на нашу RPEH вот еще минус Canon что у него EFS крышки на RF не закрываются вот такая вот конструкция включаем RPEH ну сразу виден кроп режим ну фокусируйся а то есть так как ты хочешь ну-ка а если я грую потрясу немножко это все конструкция не ну такого колта люфта даже и нету ну и даже если я вот поверну немножко ну-ка отключу объектив о вене на винетирование на горячую отключил объектив винетирование 18.4 18.55 подключаем ну и все заработало в целом под EFS тоже работает ну и сейчас поставим сюда еще блинчик 40 мм блинчик 40 мм на это что работает правда не знаю хватит ли у него НДФ ну все работает ну и диафрагма тоже работает вот сейчас привилку понажимаю и так что все работает ну по сути вот такой вот переходник как в обзорах в норе было сказано люди пишут что они взяли и купили вот такой переходник и продали родной переходник ну потому что так выгоднее ну а что родной продали кому то на лишние на бушке за 10 а этот за 2 с копейки мы купили ну что можно сказать оно работает и все работает и просто работает вот и все так что какой-то вот такой вот переходник так на видео и назовем Mount Adapter Andover. Может ли он быть штатной заменой переходника Canons? Конечно может. Вполне нормально. Но вот этот экземпляр, что у меня пришел с Али. Блин, все путаю Авито и Алишку. Ужас. Мне он вполне нормально работает. Так что вот как-то так. Теперь у меня есть два EF-RF переходника. Чудо дивное. Но вот Canons интересно, что-то надо подпилить в этой крышке EF чтобы оно на РЭКе нормально закрывалось. Ну потому что не очень удобно. Ну и конечно из минусов, что здесь нету комплектных крышек. Ну что ж. На этом всем спасибо за внимание. Лайки, лайки, подписки, подписки. Можете поддержать развитие канала. Все ссылки в описании к ролику. Ну а я теперь смогу одновременно использовать EF-оптику как на R8 так и на РТшке. Спасибо за внимание. И если вам понравилось, то вам понравилось.